Всем привет, друзья хорошие! Это вновь против течения, и если вы думаете, что сегодня в связи с 20 выпуском будет что-то особенное, то спешу вас порадовать. Не будет. Будет самая обычная игра. Неделю назад происходило вот что. В дуэли схлестнулись два очень сильных игрока, Дмитрий Некрасов и Константин Вербицкий. Дима Некрасов умудрился услышать 19 вопросов с самой первой попытки и ответить неправильно на 18. Ну а потом уже начался настоящий теннис, а не дуэль. Костя смог ответить на 19 вопросов, потом Дима смог ответить на 20, а потом Костя смог ответить на 21, таким образом пройдя в финал. И там, услышав за отведенное ему время весь 21 вопрос, он смог успешно пройти финальный блок и выиграть 208 рублей. Но игру он не продолжил, он забрал деньги. И это означает, что сегодня опять, уже пятый или шестой выпуск подряд, мы встретим двух новых участников. И я надеюсь, что сегодня они смогут дать еще большего жару. Так кто же сегодня будет играть? Встречаем! Добрый вечер всем, меня зовут Семен Микуленко, я из города Херсона, мне 18 лет. Учусь в Херсонском государственном университете на первом курсе на физмате. Люблю аниме посмотреть, еще в игры поиграть, ну и еще по миру кататься. Всем привет, меня зовут Семен Ракшин, мне 21 год. Когда я заканчивал школу, моя учительница по математике говорила мне, что я стану никем. Потом буквально пару месяцев назад я перезвонил, ей сказал, что я стал финансовым аналитиком в банке. С тех пор она сбросила трубку и больше я ее не видел. Но в свободное время я практикую заваривание дошираком, я профессиональный завариватель дошираков. Люблю монтировать видео, ну и по мелочи. Ну что, привет Костя, привет Сема, рад вас видеть. Вы оба у нас играете впервые, поэтому это будет не менее интересно. Костя, ты сказал, что ты покатываешься по миру. Я как человек, который начал это делать только в 2017 году, в возрасте, блин, 20 лет. Хочу тебя спросить, что ты за свое время успел сделать? Где успел покататься? Ну, я успел покататься по югу Польши, Закопаны, Врослав, был в Риме, в Венеции, в Париже, в Трездене, в Мюнхене и еще в Москве и Питере. Какая поездка тебе запомнилась больше всего? Мне кажется, последний, который я был, это называлось открытие Германии. То есть вот так вот, как тур по Германии был, да? Да. Ладно, окей. Сема, давненько мы с тобой не слышались. И мне просто интересно, как так получилось, что ты бросил трубку, и тебя учительница перестала видеть? Она же тебя слышать перестала. Она перестала и видеть, и слышать вообще. От нее больше нет никаких известий. Но видеть я ее перестал по вполне объективным причинам, да, потому что я переехал. Ну, а слышать, слышать, это моя карма. Ты сейчас в Казани, да? Нет, я сейчас не в Казани, я живу в Самаре, в Казани я только езжу учиться, иногда там играюсь в учебу. А так, нет, я вот сейчас работаю как раз в банке, придумываю, как не позволить людям взять кредит. Учишься ты на журналиста? Да. И как там успехи? Не разочаровался в журналистике как таковой? В журналистике разочаровался, я понял, что журналистика это место, где много денег не получишь. Но иногда, да, там хочется пописать, поснимать. Разумеется, если вы не работаете где-нибудь на телевизоре, на федеральном канале, вам не платят 64 тысячи рублей в месяц. А это аж 11 вопросов миллионера. Аж 11 вопросов миллионера, да? Вот так мы живем, ребята. Ну а вам я желаю сегодня веселой игры и давайте перейдем к правилам. За 7 минут времени от одного из вас я должен услышать 21 неверный ответ подряд, ибо правильные отдадут ход сопернику. Если за это время вы не успеете пройти наш блок вопросов полностью, то в финал пройдет тот, кто ответит неправильно на большее количество вопросов. А если будете и в этом равны, то тот, кто дойдет до необходимого уровня раньше своего соперника, тот и станет победителем дуэли. По результатам жребия Сёма будет выбирать, кто начнет игру. Уху! Пусть игру начнет Констансин, я уступаю ему, это прекрасно. Хорошо. Ну что, Кость, начинаем с тебя. Первый вопрос звучит так, поехали. Рада или расстроена? Как по-украински звучит название Верховного Совета? Расстроена. Стоп-кран или стоп-кадр? Что из этого используется для экстренного торможения транспорта? Стоп-кадр. Александр Серов или Саша Грей? Кто исполняет песню «Я люблю тебя до слез»? Саша Грей. Зеркальными или стеклянными? Какими бывают фотоаппараты? Стеклянными. Четыре или тринадцать? Боязнь какого числа называется тетрафобией? Тринадцать. Белкой или уткой? Каким животным является телеутка? Утка. Первая тройка в студию или первому игроку приготовиться? Как называется недавно вышедший фильм Стивена Спилберга? Тройка в студию. Доктор или профессор? Какое слово имеется в названии известной газировки? Профессор. Швеции или Дании. На флаге какой страны присутствуют те же цвета, что и на флаге Украины? Дании. День карт или День домино. Какое зрелищное шоу ежегодно проводилось в Нидерландах? День карт. Иррациональных или натуральных? Ко множеству каких чисел относят бесконечные, непериодические дроби? Натуральные. Время или стекло. Как называется первая информационная телепрограмма в СССР? Стекло. Овощами или ягодами. Чем с точки зрения ботаники являются плоды томатов? Повторите вопрос. Овощами или ягодами. Чем с точки зрения ботаники являются плоды томатов? Ягодами. Сема, рада или расстроена? Как по-украински звучит название Верховного Совета? Расстроена. Стоп-кран или стоп-кадр? Что из этого используется для экстренного торможения транспорта? Стоп-кадр. Александр Серов или Саша Грей? Кто исполняет песню «Я люблю тебя до слез»? Конечно же, Саша Грей. Зеркальными или стеклянными? Какими бывают фотоаппараты? Повторите. Зеркальными или стеклянными? Какими бывают фотоаппараты? Стеклянными. Четыре или тринадцать? Боязнь какого числа называется тетрафобией? Тринадцать. Белкой или уткой? Каким животным является телеутка? Уткой. Первая тройка в студию или первому игроку приготовиться? Как называется недавно выживший фильм Стивена Спилберга? Первая тройка в студию. Доктор или профессор? Какое слово имеется в названии известной газировки? Профессор. Швеции или Дании? На флаге какой страны присутствуют те же цвета, что и на флаге Украины? Дания. День карт или день домино? Какое зрелищное шоу ежегодно проводилось Нидерландов? День карт. Иррациональных или натуральных? Ко множеству каких чисел относят бесконечные, непериодические дроби? Натуральных. Время или стекло? Как называется первая информационная телепрограмма в СССР? Стекло. Овощами или ягодами? Чем с точки зрения ботаники являются плоды томатов? Овощами. Здесь и сейчас или туда и обратно? Какая характеристика бывает у транспортных билетов? Здесь и сейчас. Психбольница или вытрезвитель? Что такое бедлам? Психбольница. Костя, рада или расстроена? Как по-украински звучит название Верховного Совета? Стопкран или стопкадр? Что из этого используются? Александр Серов или Саша Грей. Кто исполняет песню? Я люблю тебя доскос. Зеркальными или стеклянными? Какими бывают фотоаппараты? 4 или 13. Боясь какого числа? 13. Белкой или уткой? Каким животным является телеутка? Первая в тройках в студию или первому игроку приготовиться? Доктор или профессор? Какое слово имеется в названии известной? Швеции или Дании? На флаге какой страны присутствуют те же цвета? День карт или день домино? Какое зрелищное шоу? Иррациональных или натуральных? Ко множеству каких чисел относят бесконечное? Время или стекло? Как называется первая информационная? Овощами или ягодами? Чем с точки зрения ботаники являются? Здесь и сейчас или туда и обратно? Какая характеристика бывает? Психбольница или вытрезвитель? Что такое бедлам? Вотрезвитель. Шарик или кубик? В какой форме продают спрессованный обезвоженный бульон? Шарик. Четное или нечетное? На что рекомендовал не ставить герой песни B2 последний герой? Четное. Сема, рада или расстроена? Как по-украински звучит название верховного стоп-ран или стоп-кадр? Что из этого используется для электронного Александра Серов или Саша Грейг? Кто исполняет песню любит тебя зеркальными или стеклянными? Какими бывают фотоаппараты? Четыре или тринадцать? Боинск какого числа называется тетрафобией? Тринадцать. Белкой или уткой? Каким животом является телеутка? Утка. Первая тройка в студию или первая тройка приготовится? Доктор или профессор? Какое слово имеется в названии? Швежлий или Дани? На флаге какой страны присутствуют те же? День карты или день домино? Какое зрелищное шоу проводилось? Иррациональных или натуральных? Комножко каких чисел? Время или стекло? Как называется первая информационная телепрограмма в СССР? Овощами или ягодами? Чем с точки зрения ботаники? О, Костя. Рада или расстроена? Как по-украински звучит название? Стоп-кран или стоп-кадр? Что из этого используется для экстренного? Александр Серов или Саша Грек? Кто исполняет песню? Саша Грек. Приготовляется как доктор или профессор? Какое слово имеется в названии? Швейц или Дании? На флаге какой страны присутствуют? День карты или день домино? Какое зрелищное? Инрациональных или натуральных? Комножко каких чисел? Относится время или стекло? Как называется первая информационная? Овощами или ягодами? Чем с точки зрения ботаники являются здесь и сейчас или туда и обратно? Какая характеристика бывает? Психбольница или вытрезвитель? Что такое бедлам? Шарик или кубик? В какой форме продается прессованный, обезвоженный, четное или нечетное? На что рекомендую вам представить? Герой Владимир Высоцкий или Анатолий Попанов? Кто озвучивал? Волков? Ну погоди. Альпы или Карпаты? Где находится курорт Куршевель? Сема. Рада или расстроена? Как по-украински звучит? Стоп-кран или стоп-кадр? Что из этого используется для экстренного торможения транспорта? Александр Стеров или Саша Грек? Кто исполняет песню? Зеркальными или стеклянными? Как в тиме бывают? 4 или 13? Боец какого числа? Называется фатрофобией? Белкой или уткой? Каким животным является телеутка? Утка. Первая тройка в студию или первому игроку приготовиться? Как называется недавно? Доктор или профессор? Профессор. Какое слово? Швеция или Дания? На хладке головы страны присутствуют те же? День карты или День домино? Какое зрелищное шоу? Ижгодное? Иррациональных или... Время вышло! Дальше прошел Костя! Бой! 19 вопросов ты смог услышать. Сема смог дойти до 15 вопроса. Такие вот пирожочки с повидлом. А то я почти получил приз, кто хочет стать миллионером. Да. Рассчитывать на это? Да, 15 вопросов услышал, действительно. Спасибо тебе огромное за игру. Было довольно жарковато. Жарковато, если бы не эти долбанные ягоды. Все было хорошо. Да. Все очень здорово. Все очень приятно. Я пошел доедать сюда шрак. Тот самый редкостный случай, когда автором вопроса, на котором ты слетел, был я. Ну что поделать? Ладно. Ну что, Кость, с тобой мы проходим в финал, где ты сможешь выиграть до 1000 рублей. Мне так были нужны деньги. Ну что, Мий, шановный Костянтыно, мы продолжим игру про те. Я забыл, как течение по-украински. Позор мне, донецкому пантовику. Поэтому будем играть по-русски. Итак, Кость, мы в финале против течения. И давай сначала объясню правила тебе и зрителям. Правила финала почти не изменились по сравнению с раундом дуэли. Теперь мы играем на деньги и без соперника. Если за 2,5 минуты сможешь пройти 21 вопрос с помощью неправильных ответов на них, получишь джекпот, который составляет 1000 рублей. Время может закончиться. В этом случае в банке останется 500 рублей. И еще 5 будут уходить с каждой секундой до тех пор, пока не закончатся деньги вообще. Когда на счетчике останется менее 250 рублей, то ты можешь приложить лед к нему или подорожник, как хочешь. Но лучше сказать стоп. После этого мы вернемся к первому вопросу. Не будет ни ограничений по времени, ни расходования средств. Однако любое проявление внимания к правильному ответу, и ты уйдешь отсюда ни с чем. А плохим не будем. А будем о хорошем, о стремлении преодолеть этот второй для тебя блок. Первый вопрос написан специально для тебя. И он основан на факте, в котором наша редакторская группа с удивлением обнаружила. И вот как звучит первый вопрос. Поехали. Херсон или Вигван, где собакам запрещено лаять ночью? Вигван. Алиса или Алекса, какая помощница ответит на ваш запрос голосом актрисы Татьяны Шитовой? Алиса. Херсон или Вигвам, где собакам запрещено лаять ночью? Алиса или Алекса, какая помощница ответит на вас? Семен Семенович или Дим Димыч, как зовут главного героя мультсериала Фиксики? Дим Димыч. Херсон или Вигвам, где собакам запрещено лаять ночью? Вигван. Алиса или Алекса, какая помощница ответит Семен Семенович или Дим Димыч, как зовут главного героя? Валенки или кроссовки, какой обуви посвящена известная цыганская песня? Кроссовки. Желудок или кишечник, какой орган способен выделять кислоту для переваривания пищи? Вертикальные или смежные, какие пары углов всегда равны? Смежные. Шести или трём, чему равняется факториал трёх? Трём. Кекс или укроп, каким словом назвали политическую партию в Украине? Кекс. Красного или синего, какого цвета стандартные полицейские кабинки в Британии? Красного. Иеромонах или нейромонах, как называют монаха, имеющего сан священника? Смотрите. Иеромонах или нейромонах, как называют монаха, имеющего сан священника? Нейромонах. Бычок или коровка, как в простонародье называют окурок? Коровка. Ять или хер, какая старославянская буква является согласной? Ять. Щепки или дробленки? Каким видом измельченной древесины проще растопить костер? Смотрите. Щепки или дробленки? Каким видом измельченной древесины проще растопить костер? Щепки. Херсон или Вигвам? Где собакам запрещено лаять ночью? Алиса или Олекса? Какая помощница? Ответит Семен Семенович или Дим Димыч. Как зовут главного героя? Валеньки или кроссовки? Какой обувь посвящена желудок или кишечник? Какой орган способен? Вертикальные или снежные? Какие пары углов всегда равны? Шести или трём? Чему равняется факториал трёх? Кекс или укроп? Каким словом назвали панцизскую? Красного или синего? Какого цвета стандартный панциз-профиньки в Британии? Иеромонах или нейромонах? Как называют панах? Бычок или коровка? Как в простонародье называют окурок? Ять или хер? Какая старославянская бука является согласной? Щепки или дробленки? Каким видом измельченной древесины? Первый или Россия-1? На каком канале впервые вышла программа 1 в 1? Россия-1 Третье или одиннадцатое? Какого числа сентября горят костры рябин у Шуфутинского? Одиннадцатого Урбанистика или сфрагистика? Какая наука изучает печати и штампы? Урбанистика Шесть или шестнадцать? Сколько дней длилась шестидневная война? Шестнадцать Тупунгато или Коркувадо? На вершине какой горы расположена статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро? Коркувадо Херсон или Вигвам? Где собакам запрещено лаять ночью? Стоп Игра остановлена, ребята На кону сейчас 218 рублей Как ты думаешь, сколько вопросов ты смог услышать? Наверное, где-то 15 Вот Тёма горячий в себе переоценил, а ты себя недооценил И сейчас ты услышал 18 вопросов Это означает, что на 18 тебе надо просто-напросто ответить неправильно Остальные три ещё надо услышать и, соответственно, проделать с ними то же самое Итак, мы сейчас откатываемся на первый вопрос И пытаемся преодолеть блок вопросов и дойти до финиша 218 рублей, напоминаю, сейчас на кону Херсон или Вигвам? Где собакам запрещено лаять ночью? Вигвам Алиса или Алекса? Какая помощница ответит на ваш запрос голосом актрисы Татьяны Шитовой? Алекса Семён Семёныч или Дим Димыч? Как зовут главного героя мультсериала «Фиксики»? Семён Семёныч Валенки или кроссовки? Какой обуви посвящена известная цыганская песня? Кроссовки Желудок или кишечник? Какой орган способен выделять кислоту для переваривания пищи? Кишечник Вертикальные или смежные? Какие пары углов всегда равны? Смежные Шести или трём? Чему равняется факториал трёх? Трём Кекс или укроп? Каким словом назвали политическую партию в Украине? Кекс Кому как не нам это знать Красного или синего? Какого цвета стандартные полицейские кабинки в Британии? Красного Иеромонах или нейромонах? Как называют монаха, имеющего сан священника? Нейромонах Бычок или коровка? Как в простонародье называют окурок? Коровка Ять или хер? Какая старославянская буква является согласной? Ять Щепки или дроблёнки? Каким видом измельчённые деревесины проще растопить костёр? Дроблёнки Первый или Россия-1 На каком канале впервые вышла программа «Один в один»? Россия-1 Везде единицы Третье или одиннадцатое Какого числа сентября горят косты рябин у Шуфутинского? Одиннадцатого Урбанистика или сфрагистика Какая наука изучает печати и штампы? Урбанистика Шесть или шестнадцать? Сколько дней длилась шестидневная война? Шестнадцать Тупунгата или Корковадо На вершине какой горы расположена статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро? Корковадо Увы, та же ошибка, которая была и во время основной игры Это правильный ответ Тупунгата Вот блин, я ж так и знал, что Или будет слет из-за чего-то другого, кроме этих двух вариантов Или из-за того, что запутаются Мне было сложно этот вопрос даже зачитать Поэтому не только ты будешь его проклинать до конца дней своих Ну, я могу тебя только поблагодарить за эту очень интересную игру Ты оказался круче Артема Горячего, с чем я могу как минимум поздравить Ну, уходишь, к сожалению, ни с чем Но в скрижалях наших, как говорится, ты остаешься финалистом Ну, правда, да, не так круто звучит, как в поле чудес, но тем не менее Спасибо тебе за игру А наших, дорогих зрителей, я по-прежнему призываю принять участие в игре против течения Для этого вам нужно всего лишь зайти по ссылке, которую вы увидите на своем экране И поделиться с нами очень небольшим количеством информации Чтобы мы вас позвали в игру Ну, и на этом, дорогие мои, все С вами был Денис Хосянов Увидимся мы с вами через неделю на игре против течения Где встретимся с двумя новыми участниками Которые попытаются все-таки преодолеть наш кошмарный поток вопросов Пока! Субтитры создавал DimaTorzok